Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Горит одно место у Романа Капаклы и Марины Африкантовой. Уже в сети активно обсуждают замену этой пары на более красивых и активно вытягиваемых в эфиры Анастасию Иванову и Руслана Мацалека. Не остался в стороне и Алексей Кудряшов, который уже расстался за периметром с Настей Болинской и мечтает оказаться в очередной раз на проекте. Новая пара заменит Марину Африкантову и Романа Капаклы на Доме 2, тем более что у них есть масса тем и сюжетов. Так стало известно, что Анастасию Иванову атакуют любовью Алексей Кудряшов в надежде вернуться на Дом 2. Он пишет девушке любовные письма с воспоминаниями, как им хорошо было вместе. Странно, но ведь именно Леша отказался от Ивановой. Он сам ушел вместе с Болинской с телестройки, теперь же спохватился и решил предпринять очередную попытку возвращения. Прогорели Леша и Настя с намерением пройти кастинги на участие в сериалах. Отказали в возвращении Анастасии Болинской. Проголодавшийся Кудряшов решил использовать когда-то упущенный шанс. Заодно и интерес к паре Ивановой и Мацалека подогревают. Складывается ощущение, что Роман Капаклы и Марина Африкантова исчерпали себя на телепроекте Дом 2. О превращениях священной коровы проекта в доносицу и сплетницу уже была новость. Об идущем якобы ремонте в выигранной Капаклы квартире известно только со слов этой пары в эфирах. Если бы шел ремонт на страницах Ромы и Марины, было бы полно рекламы на эту тему, а там тишина. Алексей Безус вчера с утра был, мягко говоря, не в форме. Влад Кадони сразу обратил на это внимание и на тете задал вопрос Алексею, с чем связана припухлость его глаз. На что Безус ответил, что он несколько минут висел вниз головой. Вот поэтому-то и опух. Но Кадони не проведешь, это Бузова сразу бы забыла, о чем она спрашивала и начала выяснять, полезно ли висеть вниз головой и в какое время года это лучше делать, чтобы получить эффект. А вот Влад напомнил Алеше, что дело тут вовсе не в гимнастических упражнениях, а в том, что тот вчера опять заливал заворотник, когда проводил кастинг по просьбе ведущих. Слова Безуса о том, что он употребил лишь один бокальчик, верится с трудом, так как его внешний вид намекает как минимум на литр. Это что же получается Безус? Опять вернулся в свое привычное состояние и скоро вновь будешь бегать без портков по периметру. А как хорошо говорил и осуждал всех участников за злоупотребление виноградными напитками, а сам не может спокойно мимо бокала пройти. Илья Яббаров и Настя Голд поняли, что не могут жить друг без друга. Примирение, судя по всему, было пылким. Настя четко заявила, что хотя ее избранник и довольно вредный молодой человек, она любит его так сильно, что просто не может без него жить. Видимо, Илья испытывает те же чувства, раз предпочел помириться с ней. «Очень вредный такой же, как и я. Два сапога пара. Но ты, Илья, такой любимый и родной. Не могу я без тебя», – подписала Настя совместный снимок. Своё послание девушка сопроводила многочисленными сердечками, чтобы Илья не сомневался в крепости ее чувств. И Ябаров тут же отозвался. Мужчина заверил, что он тоже испытывает самые пылкие чувства к Насте. По этому поводу поклонники пары даже высказали несколько мнений. Одни порадовались тому, что ребята наконец-то помирились. Другие принялись насмехаться и напомнить Илье, что он и Алену Савкину любил, и Риту Ларченко любил, теперь Настю любит. Уж очень любвеобильный он получается. И кто же будет следующий? Тут Илья отвечать не стал, зато ответила Настя, заверившая, что именно она будет последней. Стоит отметить, что ругались влюбленные в последнее время часто и практически всегда из-за Риты Ларченко. Но Ларченко не планирует возвращаться на проект, и тем более ей не нужен Ябаров. А вот Алена Савкина была бы готова, если бы экс-возлюбленный вспомнил бы о былой страсти и завязал с ней хотя бы короткую интрижку. Молодая мама даже обсудила с Владом Кадони над эти условия, на которых она готова помириться с Ильей. Ольге Рапунцель не дают забыть о постыдном прошлом, а накипевшим Оля поведала участникам Дома-2 на одном из недавних семейных советах, заверив, что устала терпеть подобное. По словам молодой мамочки, за ошибки молодости ее буквально ненавидят плохие зрители. Причем сама Рапунцель, судя по всему, даже не понимает, в чем так сильно провинилась. Обиженная Оля перечислила все свои проектные достижения за плечами, ее свадьбу, по любви, рождение дочери, новая беременность. Впрочем, все, о чем хотят напомнить хейтеры, это ее работа в чате для взрослых. А вот дальше Рапунцель буквально шокировала своим заявлением. Как оказалось, участница Дома-2 убеждена, что каждая женщина в своей жизни хоть раз делала то, что делала она перед камерой. И вряд ли после такого у Ольги станет меньше недоброжелателей. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Ксению Бородину троллит Алена Водонаева. Интересно, сознательно или нет, поясняла свой разрыв с бывшей подругой Аленой Водонаевой, ведущая Дома-2, Ксения Бородина в недавнем интервью. Ведь явно знала, что ответочка прилетит, так как всем упомянутым Ксюшей медийным персонам тоже хочется кушать. Уже Ксению Бородину троллит Алена Водонаева, отмечающая, что если 15 лет сидеть на бревнах и не развиваться, то кроме прошлого и написать-то не о чем. Заодно и про безграмотные посты с нападками на подписчиков упомянула. Да и о внешности прошлась Алена, которая и сама не прочь шокировать подписчиков не самыми приличными своими фото. Не срослось у Алены Водонаевой с карьерой на телевидении. Хорошо, что еще бывшая подруга упоминает в интервью. Ей за счет кого позлословить в сети. Будет и бумеранг от Ксении Бородиной. Несколько недель назад Алена Савкина стала обладательницей нового носа. Впрочем, для самой молодой мамочки, это была не дань моде, а скорее жизненная необходимость. Последние полгода после родов Савкину мучил отек носа из-за смещенной перегородки. Единственным выходом врачи посчитали срочную операцию. Сама Алена не скрывает, она всегда боялась операции. Однако желание нормально дышать фактически не оставило ей выбора. При этом участница дома-2 решила совместить приятное с полезным. Помимо рекомендованной медиками септопластики, девушка сделала Ирину. Объяснилась Савкина и по поводу того, почему внешние результаты ринопластики почти незаметны. Девушка списала все на отек. Кроме того, Алена призналась, что никогда не хотела кукольный нос, как у всех, и решила ограничиться минимальными изменениями. Саша Черно и Иосиф Аганесян вернулись из отпуска с радостной новостью. Пара сообщила о неожиданной, но все же долгожданной беременности. И пока Иосиф примеряет на себя роль будущего отца, делясь своими впечатлениями в интернет-дневнике, Саша постепенно превращается в овоща. Средители уже обратили внимание на то, что беременная участница не только не выходит из своей комнаты, игнорируя лобные и другие проектные активности, но и не встает с постели. Более того, скандалить и выяснять отношения с супругом, Саша также умудряется в лежачем положении. Черно впала в истерику из-за боли в ухе. Девушка заявила, что не в силах терпеть неприятные ощущения. Вот только поддержки от супруга не дождалась. Как видно, уставший прислуживать Аганесян заверил благоверную, что на ее месте вел бы себя иначе. Лежанию в грязной постели Иосиф, по его словам, предпочел бы любую активность. И все для того, чтобы поменьше думать о боли. После позора на федеральном канале бывшая участница Тата Блюменкранц отправилась в Венецию, надеясь не только на новые фотосессии, но и мечтая повторить историю Ольги Бузовой, о чем признается в социальных сетях. Она даже пыталась купить за 5000 долларов песню для себя у композитора, который пишет для ведущей Дома 2. Тате Блюменкранц помешал Валерии стать певицей, как Ольга Бузова и, видимо, не став тем спонсором, о котором она мечтала. Сама Тата пишет, что Валера еще в те времена, когда они были мужем и женой, ее отговаривал от намерения стать певицей, хотя на телепроекте она не один раз пыталась показать свои вокальные данные, а споры супругов были исключительно по поводу бизнеса, который у них в конечном счете провалился. Даже теперь, пока Тата Блюменкранц ищет свое личное и профессиональное счастье на просторах Европы, ее бывший муж Валера отмечает комментариями ее посты. Сам же он не так давно сомневавшийся в отцовстве делится моментами воспитания дочери Бетти, считая, что детей надо ограждать от мультиков и гаджетов. Может, если бы поддержал Валера Тату в свое время, не надо было бы ему обивать пороги телестудии в надежде заработать хоть что-то или вместе позориться на экране. Мало ли таких певиц, как Тата Блюменкранц, продвигается в шоу-бизнесе. Целый ряд интересных признаний сделала в беседе с ведущей Ольгой Орловой телебабушка Татьяна Владимировна Григоревская. Только ведущая их мимо ушей пропустила или еще не пришло время вытащить эти слова для всеобщего обсуждения. О том, что мать всех Рапунцелей с трудом удерживает дочерей на Доме-2, явно еще припомнит. Только сама бабушка Василиса и Богдана не скрывает, что ради заработка на телестройке готова и сама ухаживать за младшенькой Аленой Савкиной и Илью Яббарова опять в нахлебнике принять. Женщине не хватает друзей на проекте. Именно под этим предлогом и еще усталостью объясняет глава Владивостокского семейства свое намерение рвануть опять в отпуск, только вместе с младшей Аленой и внуком, ведь без ее помощи молодой мамочке не справится. А Романа Макеева она благополучно выжила с проекта. Заодно мать всех Рапунцелей благополучно сдала ведущей свою младшую дочь, которая спит до обеда, а ей приходится ночью вставать к внуку. Как показал очередной визит Людмилы Михайловны Яббаровой надежды на вторую бабушку беспочвены. Та даже подарки от админов, а не от себя лично принесла. Вот и приходится врать, что дочери у плиты, а бабушка с внуками, хотя сама же говорит о болезни Василисы, с которой явно нянчится Дмитрий Дмитренко. Выходит, что не ради внуков или их интересов, а ради собственного стремления оставаться на экранах, удерживает Татьяна Владимировна дочерей на Доме 2. Или они и сами не слишком стремятся за периметр. Ксению Бородину осаждают вопросами о доходах Курбана Амарова. Многие убеждены, именно Ксюша является добытчицей в семье, в то время как Амаров живет на полном обеспечении супруги и не спешит работать. Все точки над «и» в вопросе заработков Курбана расставила сама Бородина. По словам Ксении, у них нет и никогда не было проблем и разногласий в финансовом плане. Ведущая не стала скрывать, супруг зарабатывает более чем достаточно и никогда не экономит ни на ней, ни на детях. Впрочем, точных сумм Ксюша все же называть не стала. К слову, Бородину обижают разговоры о том, что ее благоверный Альфонс. Ксения призналась, что считает себя достаточно взрослым человеком, чтобы не совершать ничего подобного. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!